итак заходим мы на 1 этаж видим большое просторное широкое помещение с хорошим панорамным окном интересно еще сделано такой типа низу полочек люстра уже установлена потолок подвесной много светильников справа от нас располагается мраморная лестница со стеклом прикрой двери чтоб не шумело отгорожена кухня вот таким проходом обратите внимание кухня из классной каменной толстой столешницы уже подвесные лампы светильники располагаются наверху опять же точечная короба широкая просторная кухня окно друзья ну кухня вообще классная есть большая ниша для широкого большого холодильника кухня угловая предусмотрены шкафы для духового шкафа для микроволновки довольно аккуратно добротные шкафчики из пластика то есть вполне аккуратная кухня смотрите какая толстая столешница посмотрите я нахожусь на кухне я хозяин включил кран помыл посуду тут место для чего там хочешь здесь для стиральной машины короче для посудомоечной машины скорее всего место отведено есть вот такие шкафчики отодвигающиеся много полок все довольно функционально чем-то таким они залили стену прикольным получается как будто такой пластик вот не знаю кому-то нравится возможно кухня с черно-белой такой именно отделкой ну в целом смотрится прикольно вот я вот выхожу из своей кухни тут получается практически барная стойка то есть расставил стульчики и даже не всегда нужен этот обеденный стол вот есть светильники которые освещают включил посадил членов семьи четырех пожалуйста перекусили ну и конечно же тут есть место для большого широкого обеденного стола чтобы люди могли тут нормальная семья проводить вечера завтракать обедать ужинать есть также дополнительно еще окошко выходящие в сад территорию я вам покажу чуть позже узнаете мне очень даже нравится уже куда я зашел в этом на первом этаже мраморный пол такой белый с такими как будто краска расплескалась по полу вкраплениями так выходим из кухни дальше располагается лестница здесь перегородки сделан из какого-то постформинга вот этот постформинг ну визуально выглядит добротно дальше поворачиваем направо мы видим хозяйский получается гостевой туалет он даже идет с душевой кабины зеркало давайте спустимся вниз ведь внизу нас ожидает я еще не видел самое интересное это гараж это гараж его можно использовать а фактически по предназначению как для хранения для стоянки авто маленькой здоровый тут можно загнать не одно авто если в четыре авто спокойно по месяца это уже на вариант либо можно оборудовать как дополнительное какое-то помещение для своих каких-то нужд хозяйственных либо просто отдельный какой-то там придумать и в общем предназначение понимаешь наверх такой интересный сделали под дерево ступеньки и не знаю чего не сделаны но смотрится так довольно прикольно как будто лакированы и покрашены это какой-то материал так вас поднимемся на второй этаж поднимаемся по гранитным гранитной лестнице по ступенькам таким довольно широко просторно здесь ничего мне не мешает чтобы пройти спокойно часть цены окрашена в такой серый приятный цвет а нас над втором этаже встречает общий шкаф и разные комнаты тут три комнаты располагаются на втором этаже и том числе еще туалет с ванной давайте идем комнату номер один довольно просторная широкая есть окна окна выходят на внутреннюю территорию и вдали виднеются горы рядом располагается дома частный сектор уже они довольно обжитые думаете и большая большое окно выходящая во двор за ним располагается терраса имеющая такую треугольную форму треугольник если посмотреть просматривается даже чуточку моря кстати все идет работа замешивают растворы все еще делаю дальше с балкона что мы еще видим с вами с балкона видим опять же комплекс этих других домов и вот видите внутренние территории участки вот этих всех танхаусов у кого-то в танхаусе предусмотрели уже заранее бассейн вот в этом танхаусе который я сейчас обозреваю бассейна нет но кстати мне даже там самом деле и нравится больше я буду засел травой какой-нибудь поставил может быть небольшую мини беседочку в общем как-нибудь разобрался но бассейн честно говоря я бы не захотел бы вот хватает рядышком же находится море и мне бы всего этого хотела сделал будут небольшой сад точнее бы века бы сделал небольшой сад сверху увидите большая просторная терраса на первом этаже есть подсветка вот а по фасаду смотрите как сделан этот дом есть вот такая плитка декоративная вокруг дома располагается элементами балкон и стекло огорожено все довольно аккуратно цивильно и в принципе не теряется вид и все видно вот это тоже аккуратно и закрывается легко без каких-то там проблем опять же тут у нас находятся места выведены под розетки подвесной потолок посмотрите какой аккуратный сколько точных светильников ну конечно же шкаф огромнейший шкаф то есть для верхней одежды и рубашек всего прочего зеркало разделено на большое количество полочек и вторая еще получается идет секция одежды так это у нас получается комната фактически для родителей я бы сказал потому что в этой комнате как раз таки предусмотрен санузел с душевой кабиной унитаз подвесной с инсталляцией молодцы как бы заморочились сделали чуть дороже но смотрится намного лучше полки все уже есть ничего фактически докупать не надо классно черном свете сделана перегородка душевую кабину и вот такой тропический душ интересный такой довольно добротный просторное помещение вполне кстати смотрите обратите внимание даже сделали дополнительную такую нишу красивая плитка есть два вентиляционных фактических окна одно окно и второе то есть в этом плане проблем не будет но опять же три точных светильника вот на такое помещение так выходим из квартиры из комнаты мастер бедрум опять на территории второго этажа слева располагается место скорее всего для бойлера возможно это дополнительные ящики секции свободные места для стиральной машины выведены провода то есть можно приключать все слева располагается еще один туалет с ванной очень похожая скажем отделка пластиковая облицовка красивая опять же сделано из постформинга такого то есть вода когда даже если будет капать ничего не будет даже если зальется ничего не поразбухнет вот санузел тоже опять же с инсталляцией ну идет вот такой здесь душ все аккуратно цивильно переходим две другие комнаты фактически это две спальные комнаты эта комната смотрите солнечная выходит на юг с видом на море море видно прослеживается кромка дальше от нас располагается в другой стороне большой шкаф опять же с полками залезать туда внутрь не буду фактически окна на две стены есть света очень много в этой комнате то есть проблем с недостатком освещения здесь не будет красиво окрашена стена в такой серый цвет выведены как как везде строчки выводят розетки следующая спальная комната третья помещение такое больше прямоугольной формы продолговатая опять же с подвесным потолком с выведенными точными светильниками окно через которое просматривается у нас Цезарь резорт кстати видите дома это все дома Цезаря резорта то что вы видите это дома Цезаря резорта дальше располагается дорога видно кромка моря довольно просторная терраса как раз она ведет выводит на две комнаты выходит сверху находится подсветка в той стороне находится получается вот Цезарь и вот дальше дорога ведущая непосредственно в Искеле то есть он располагается так мы в центре между Цезарем Искеле и вот там где мы живем это район туда Буаза вот место такое довольно проездное хорошее то есть не прямо располагается возле трассы нужно проехать еще 300 метров от трассы и вы попадаете фактически вот в этот комплекс здесь в комнатах обратите внимание в спальных комнатах лежит ламинат камень и гранит лежит только на проходных местах прихожих а здесь находится ламинат это очень здорово то есть заранее продумали поняли что в комнатах чтобы было именно даже зимой в целом тепло но на этом у нас не заканчивается друзья тонхаус мы можем подняться на третий этаж дальше по этой красивой гранитной лестнице есть дополнительные подсветки выведено место для летней кухни то есть можно спокойно разместить здесь летнюю кухню что-то готовить даже плиту учитывая что есть розетки вот такая дверь ведущая на крышу но сама крыша посмотрите какая она огромная здесь очень много места тут целый танцпол открывается опять же вид на горы видите комплексы дома комплекс идет одного из застройщиков но инлара неподалеку располагается идут дома опять же продолжение крыша на этом видите не заканчивается она огромная широкая и посмотрите что у нас тут есть можно спокойно здесь делать шашлыки и прочее запекать на гриле прочее 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 блюдо из мяса рыбы короче морепродуктов неважно то есть вот хорошо сделали такую из плитки такую столешницу все так добротно сделано на века я бы сказал в общем не 10 лет точно это прослужит красиво решили не прятать именно вид кстати смотрите пока делают стройку производят мусора строительства тут хватает на самом деле вот и они еще дают будет это чего возить потом вот открывается вид на море на самом деле я вот в этом комплексе не был и когда я видел это поле думал блин где он располагается думал черта на куличках да это место но на самом деле вот дорожка которая видите ведет она напрямую ведет получается к кольцу находящемуся возле цезаря я заезжал вообще с другой стороны вот с той стороны где проезжают машины вот от этой основной дороги находится буквально ну сколько 300 метров находится этот поселок этот комплекс вот там находится напротив располагаются четыре банка разных располагается авторын автосалон располагается находится кафе луком недалеко располагается кафе ой не кафе сеть мерит казино в общем все что необходимо тут есть и находится в доступной близости только сейчас обратил внимание что в вечернее время включается ночная подсветка то есть полностью ваша терраса на крыше она освещается тут можно проводить вечера я говорю можно приглашать гостей ну блин гостей 30-40 спокойно в месяц в вашем тауне вот и можно проводить разные мероприятия опять же спускаюсь вниз специально для вас я не выключаю камеру будет немножко изображение двигаться но я вам хочу показать как будто бы от первого лица вы идете спускаетесь с крыши своего дома опять же здесь располагаются комнаты туалет опять же две комнаты и дальше спускаемся по лестнице но друзья меня очень впечатлила вообще классная тема с гаражом это вообще круто там можно все что угодно устраивать я бы там если вот для блога своего я бы там устраивал бы завел youtube канал для всяких экспериментов какой-то ерунды можно например там же разместить на первом этаже небольшой спортивный зал повесить грушу память поставить какие-нибудь тренажеры опять же блин а помещение очень большое просторное вот я чувствую здесь пространство давайте выйдем на террасу террасу очень не показывал вот внутренний двор большая площадка вот как это все у нас выглядит друзья субъективность территория не маленькая есть сравнить с другими там хаусами они предлагают намного меньшую территорию чем здесь есть здесь вполне достаточно что же тоже вы поставить небольшой бассейн и осталось бы место даже для лужайки вот я обхожу территорию это смотрите это все можно заселить травой деревьями и это все ваша территория вот сам один из входов непосредственно в этот дом окна как видите окна в гараж идут и вот сама отгороженная территория ворота металлические и дополнительный вход на крыльцо отсюда на вторую террасу небольшую который тоже закрывается и раздвижные двери которые ведут непосредственно в гостиную то есть открыли окно гостиной подсветка опять же проставят столики стулья ну и находите здесь общаетесь внизу располагается место видите заезд для автомобилей гараж опять же давайте я пройдусь еще раз покажу вам какой гараж как и смотрится сам дом на расстоянии и вообще какие дома располагаются рядышком ну вот друзья обратите внимание вот это такие тонхаусы располагается вдоль улицы уже начинает засеивать вот такие пальмы смотрите огромнейший гараж тут можно жить это просто большое помещение дополнительно это трехэтажная вилла фактически ну для меня трехэтажная еще четвертый этаж идет с получается с такой крышей да есть окна дополнительные хватает подсветки раз два три четыре пять и по вашему усмотрению вы тут можете ну сделать ну все что захотите смотрите тут какие-то кухни то есть видимо из какого-то другого дома тут они его собирали и что тут делали тут просто целый склад хранится стройматериалов и визуально эта комната это помещение гаража не кажется маленьким такое ощущение что ты находишься в каком-то ангаре ты можешь тут реально заниматься не знаю хоть ремонт машины автомастерскую небольшую открывать есть еще дополнительно тех помещения находящиеся под лестницей в которых спрятали вообще эти спрятали банки с краской это дерево это дерево не знаю то ли его так окрасили да его так видимо окрасили краской получается все это смотрится все это смотрится сделала дополнительно выведены краны то есть поливочный кран можно устроить вот это если хочешь помыть свой авто либо там полить вывел шланг полить свои там сад растения отличнейшее место вот друзья я хочу сказать что вы узнаете цену и вы будете удивлены что стоит столько вот такой огромный тонхаус смотрите а это еще точечные светильники которая подсветка которая будет освещать именно подсвечивать территорию в вечернее время и они расположены вдоль стен и даже часть территории другого комплекса видите каменная каменный забор фактически является вашим забором вот так все отгорожено красиво сделано из этого пропитанного дерева отлично реально у меня на данный момент нет слов друзья я хочу сказать что этот тонхаус реально один из лучших по соотношению цена-качество которые я видел вот сравнение могу привести тонхаус который находился в Ишильтепе в районе Олсенжак там тоже классный тонхаус он мне тоже там очень сильно понравился и там цена была классная 135 тысяч фунтов стоил он но эти тонхаусы уже давно разобрали и остались вот эти тонхаусы парочку тонхаусов в продаже и цена вот этих тонхаусов вот с такой отделкой с таким ремонтом с мебелью со всем остальным вот то что вы сейчас видели на видео она начинается от 140 тысяч фунтов это фактически друзья по цене нашей квартиры трехкомнатной в Абелии то есть что бы вы выбрали квартиру как у нас в Абелии либо вот этот тонхаус со своим участком с тремя этажами со своим гаражом мне кажется выбор очевиден если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал киприотики ну и до новых встреч всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok